вопрос тимофея телеграме из трех тысяч человек 75 процентов не знаю такое поэтому стараюсь пару минут пару минут потратить чтобы они может представиться а у меня был очень давно популярный бог назывался my trade почему я так называют назывался my trade потому что блока моей торговли за каким образом это слово прилипло ко мне может быть не знаю да научи я отличился разок там это многих за мотивировало и вдохновило все время тем более мой background очень хорошо ложился на душу публики парень провинции не мог найти работы даже за 15 месяц после универа и тут вдруг пришел на биржу начать делать тысячи процентов то есть я там в то время был как очередной нео сломавший матрицу и хакнувший систему того график не смог построить с биржи почему-то не работает вот поэтому установил по брокерским отчетам что вы видели как можно стать популярным вот а также для того они имеющие стартовую зуму за в общем это для того что вы запомнили тот факт что в свою да я понятия не что такое риск-менеджмент просто запомнить этот факт еще буду на него ссылаться в общем потом ощутив себя бог рынка я решил попробовать себя американских фьючерсах там оказался совершенно другой рынок мне пришлось пару слить пару депозитов чтобы это понять потом я попробовал вернуться обратно на россию но к тому времени там уже было просто какое-то бум нашестве роботов я просто не понимал что происходит в своем привычном стакане это был полнейший хаос в общем понял что мне нужно найти что-то новое я много что перепробовал и по каналам торговал и по кластерным объемом и в общем был такой период поиска себя пока наконец а не выработал для себя что нечто свое и уже остановился на этом больше никогда не был скальпом сделки были более продолжительными доходность была не такая уж фантастическая выступление выучи были редкими такими удачными в блоге писал все меньше меньше потом вообще перестал очень поэтому вы наверное знаете уже вот она с 2013 года я начал транслировать свою живую торговлю на своем сайте и стримил ее это восемь лет вот поэтому если вы были моим верным подписчиком то вас бы была вот такая equity реальный счет снизят трейдер последние три года я уже не транслировал ушел с головой в доработку роботов трейда вот такая авторская биография автор биографии значит сразу скажу что мои это мега вот эти прорывы которых я понимание которых я буду говорить ближе к концу выступления они не включены в эти результаты а потому что они случились как раз таки в последние три года разработки алгоритма более того вот это самое замедление в динамике доходности оно послужило таким толчком как раз и в развитии и поводом как-то кардинально переломить ситуацию в свою пользу публичной торговли планирую вернуться также скорее всего открою публичную стратегию автоследования поэтому мои результаты будут открыты для всех такой будет на самом деле skin in the game я потому что о чем я все буду говорить прежде чем прийти к заявленной мной теме я хотел бы пояснить кое-какие термины плаше я буду в дальнейшем использовать а сейчас набирают обороты сетевая концепция в нейрофизиологии будто у нас в мозге есть три базовые нейросети их на самом деле уже больше 50 нашли но вот считается что базовые 3 значит там много исследований на тот счет там уже 15 тысяч но меня эта концепция подкупает тем что она очень хорошо перекликается с моим жизненным профессиональным опытом значит лейт мотив там в том что главное наше мышление происходит тогда когда мы не решаем никаких сознательных задач поэтому решения сложных задач приходят часто не в момент максимального умственного напряжения а спустя какое-то время когда внимание уже переключилось то есть еще раз а решение сложных задач часто приходит спонтанно они потому что вы решили занять позу слителя и целенаправленно об этом задумались это те самые случаи известные когда менделееву приснилась его таблица да там план карея говорил что вот он бился бился над своей гипотезой потом буквально с кем-то поехал там на природу и вот по возвращению у него там бац осенило да и пазл сложился его гипотезы также многие отмечали что энштейн часто проваливался в себя в какую-то бессознанку и не реагировала на происходящее это потом почитаете это тоже потом вы видите зоны мозга которые активируются при работе каждой из этих нейросетей и парадокс заключается в том что верхнем ряду задействовано даже визуально видно за больше областей чем например в нижних а именно ряд соответствует тому самому состоянии куда мы думаем будто мы ни о чем не ее называть дефолт система все хорошо у нас какая-то беда сегодня с микрофонами прошу прощения нижний ряд когда мы осознанно решаем какие-то целенаправленные задачи ну например проходим тест на iq то у нас задействуется центральная исполнительская сеть я ее буду назвать просто цис то есть на iq вряд ли мы сможем проходить дефолт системой потому что для того чтобы только загрузить данные в дефолт систему нужно как минимум судя по исследованиям 23 минуты а сколько она еще будет их там пережевывать одному богу известно и как сказал один ученый подсознание может сочинить симфонию но не в состоянии умножить 173 на 19 то есть это сети для принципиально разных задач если очень кратко очень кратко по свойствам то еще раз сверху бессознательное мышление так сказать блуждающий ум дефолт система она очень медленная но зато она способна переваривать огромное количество данных и заточена под просчитывание социальных отношений в стаи так скажем снизу это сознательное мышление центральный исполнитель цис она очень быстро но достаточно ограничена то есть максимум три интеллектуальных объекта или аспекта проблемы одновременно можно фокусе держать посередине сеть выявленной значимости выделяет из всего потока информации то что для вас сейчас значимо и игнорирует все остальное есть такой очень известный эксперимент называется невидимая горилла это демонстрирует как раз то что мы не можем осознанно удерживать фокусе много объектов одновременно а также то что наше внимание фильтрует воспринимаемую информацию причем внимание делает это самостоятельно в обход сознания мы видим то что готовы увидеть значит это самый главный умник по этой концепции и нарисованы значит нейронные связи этой дефолт системы вы наверно уже напряглись к этому моменту и думать ему куда мы вообще попали где трейдинг шоу мне за мани так вот при чем тут собственно трейдинг трейдинг при том что там не мелочь по карманам тырить чтобы зарабатывать существенные деньги на дистанции нужно сначала много чего понять как тут что здесь вообще происходит и как тут все работает а для этого вам придется перерабатывать огромное количество данных и на одной цис вы тут далеко не уедете поэтому я хотел 15 поговорить о том как же направить эту всю мощь всю весь потенциал дефолт системы на ваш прогресс в понимании рынка рыночных механизмов чтобы понять можно ли здесь вообще хоть что-то прогнозировать для того чтобы дефолт система заработала какой-то конкретной задачей необходимо как минимум два условия первое условие то она не будет работать до тех пор пока вы не загрузите достаточное количество данных по этой проблеме поэтому но если у вас там одна убыточная сделка вряд ли этого будет достаточно всего там несколько десятин сотен и вы их регулярно просматриваете анализируйте то со временем она может найти в них что-то общее по сравнению с прибыльным и хотя бы создать гипотезу почему они не сработали понятное дело что замусоривать параллельно голову всяким хламом из соцсетей и бесполезных форумов только усложнит ей задачу поэтому при прочих равных прогуляться по природе по природе сходить в спортзал в общем вы поняли и второе условие даже когда вы загрузили достаточно количество данных по этой проблеме для того чтобы активировать то есть мобилизировать подсознание для обработки этих данных для просчета и поиска решения нужно знаете что базовая потребность беспотребность она просто не понимает зачем ей это делать потому что она исторически эволюционно заточена для подсоциум для обработки социальных связей отношений поэтому если вы не свяжите вашу задачу с какой-то базовой потребностью то она просто по дефолту переключится на социум то что скалок много на кого как посмотрел кому вы что должны кто кого лайкнул перепостил какого инфо цыганов это разоблачили вот это все короче говоря а чтобы мозг заработал над какой-то дефолт система заработал над какой-то несвойственной ей задачи несвойственной нужна либо понимаете морковка спереди либо измите морковка сзади вот причем морковка спереди должна быть буквально в шаге от вас только это провоцирует у вас на действие на совершение усилия умственного усилия если вы лежа на диване мечтаете стать успешным трейдером зарабатывать независимо когда миллионы долларов вы так и будете и дальше мечтать прогресса будет ноль насчет морковки сзади но я вас умоляю чисто современного человека нехватка нехватки то есть на еду из пятерочки всех есть деньги не закрытой потребности в еде ну как бы нет безопасности нет то есть если вас не мобилизировали на где у вас проблема с безопасностью так чтобы адреналин выделялся но нету такого даже какого-то напряжения от полных потребностей нет как говорится девушка уйдет небо не упадет 300 рублей в месяц на интернет и бесконечный ассортимент знаете что я тут подумал у меня такая есть возникла какая гипотетическое предположение может быть это можно как-то перекрутить вот это вот значит практическому трейдингу ну представьте у вас начинается просадка по эквити с хайо вы такие раз начинаете воздержание у вас мозг активируется на максимум такой выходит с просадки обновляют перехая вы такие раз прекращаете будет сразу положительно подкрепление вот но с другой стороны так себе стратегия то что судя по металлой статистике среднестатистическому трейдеру нужно сразу принимать целебат сразу при открытии торгового счета так что повернемся к проверенным вещам как же собственно трейдеру окружить себя правильными морковками чтобы заработал мозг максимум я помню как это было у меня этот опыт честно говоря прямо противоположен всем прописным истинам все таки умны стали книжки читать еще торговый счет не открыли уже уверенно что знают как правильно торговать трейдинге нужно быть хладнокровным соблюдать риск менеджмент чтобы убытки не давили на вас да бог режь убытки да и прибыли течь да воспринимайте их как неизбежную часть вашей торговой стратегии мое мнение для условного навичка студента это все полная чушь знаете как я торговал свои лучшие годы на грани жизни и смерти ну вы как бы видели то есть какой еще риск менеджмент убыток должен приносить боль только адреналин только хардкор если руки не тряслись значит адреналина была недостаточно еще такой критерий вот я понимаю потребность в безопасности для мозга пошел он просто не понимал на какое рады и попал что вообще блин происходит просто тут очень простая идея вот эти вот дикие эмоциональные качели позволяют выделить все происходящее с вами в особую категорию для дефолт системы которая по важности перебивает весь остальной хлам в голове делать на этом важном фокус тут прозвучало ну как минимум два фактора которые способствуют прогрессу в понимании рынка то есть как я уже сказал события которые были ярко эмоционально окрашены лучше врезаются в нашу память и оседают в дефолт системе что создает более репрезентативную входящую базу данных для осознанного и неосознанного анализа то есть поймите у нас в мозгу не фотопленка и не жесткий диск мозг не запоминает абсолютно все он запоминает зачем то то есть ну как правило для того чтобы удовлетворить свои какие-то потенциально потребности там закрыть какой-нибудь гештальт также мозг запоминает элементы которые отличают ситуацию которая случилась от некой условной изолинии от среднего состояния то есть еще раз мозг запоминает элементы ситуации с которыми он сопря какие-то положительные или отрицательные вещи есть такое понятие не закрыты гештальта когда незавершенный и что важно эмоционально незавершенные проблемы задачи забывается не так легко как например завершенные то есть если у вас есть какая-то задача которую вы связали с эмоциями как вы прочувствовали такое то у вас подсознание над ней горит такой знаете дежурный свет постоянно и дефолт система периодически возвращается к этому и прокручит ее ищет решение поэтому как только вы начали рассуждать стиле но воспринимать все свои потенциальные убытки потери что они учтены в статистике в бэк-тесте в риск-менеджменте что не не вам ни вашему торговому счету ни вашей репетации ничего не угрожает все вы закрыли гешта для всех этих ошибок вы их сформировали целостную непротиворечивую картину мира в своем трейдинге дефолт система не будет работать над ошибками потому что вы ее просто даже не озадачили то есть в общем первый фактор способствующий прогрессу понимания рынка это качественная база данных в голове для постоянного поиска в ней ошибок и закономерности второе это фактор повышенных рисков он создает нетерпимость к вашим ошибкам прогнозирования то есть это для вас проблема которую нужно решать как можно быстрее просто вы понимаете что на у вас другую еще так долго не протянет понимаете как говорил выгодский мышление начинается там где мы наталкиваемся на препятствие поэтому как только вы вот начинаете рассуждать в стиле ну какая разница куда пойдет цена этом на целых рендесятых риска на сделку занятия или вот это вот моя любимая убытки это не тема часть торговой стратегии я же не могу быть всегда прав мне нужно просто терять меньше когда я не прав все дела все вы понимаете в этот момент по выгодскому вас мышление не начнется потому что вы не воспринимаете свои ошибки как препятствие вы их обесценили и просто не воспринимаете как острую проблему точнее вы можете воспринимать ее как проблему на каком-то высшем интеллектуальном уровне знаете сидя в кабинет на тиши с бокалом вина раздумывая как бы мне может быть не улучшить какую-то стоит торговую статистику подтянуть профит-фактор бла-бла-бла но в этом нету фактора базовой потребности понимаете на вот буквально гормональном уровне которая нужна для активации дефолт системы понимаете чем я говорю все на чем вы сможете прогрессировать улучшать статистику это та самая ограниченная циз это без энтузиазма перед вами очередная прописная истина в трейдинге над которой я сейчас жестко надругаюсь так сказать оскверню святыню абсолютно неважно прав ты или не прав горит нам джордж сорос внимание важно лишь то сколько ты денег зарабатываешь когда прав и сколько денег теряешь когда ошибаешься внимание вопрос что в этой фразе не так если мозг включить а не повторять это как попугай с другими с одной стороны верно а с другой стороны нет зависит от того какая у вас цель если вы хотите всю жизнь торговать одну и ту же стратегию а конкретную то без проблем правильно но если вы хотите развиваться то есть улучшать стратегию чтобы ваша дефолт система вгрызалась в суть ошибок вашей стратегии постоянно искала решения то очень даже важно когда и в каких ситуациях вы оказываете правы а когда и в каких ошибаетесь ну вот представьте у нас с вами одна и та же стратегия но прикрутили вы к ней оптимальный риск менеджмент ну что дальше то есть но это все тупик в развитии а я допустим продолжу развивать дальше то есть если у вас такой выбор устраивает то вы вообще не к тому спикеру пришли вам немного к другому он сегодня выступал в этом зале там человека противоположная философия значит там примерно так зачем лучше прогнозировать действительно зачем продолжать изучать предметную область делать свою карту модели реальности стратегии более адекватной не нужно все что вам нужно это хороший риск менеджмент понимаете вам нужен хороший риск менеджмент и в ходе может по чуть ли не случайных точках капец ребята просто капец да столько гуров развелось не знаешь даже кого слушать это примерно о том же но в социальном аспекте значит пока смотрел лекции про его по нейрофизиологии сохранил вот такой вот скриншотик даже два для вас значит на ней андрей курпатов со ссылкой на известного нейропеолога с нобелевской премии эрика кендаля рассказывать какие два фактора два фактора участвует формирование нейронных связей вот там у нас связи там он рисует и вот внизу два слова этого фактора один на букву п даю вам три секундочки подумать что это может быть раз два три повторения правильно второй словно букву с с два три секс почти стресс вы наверняка слышали что стресс препятствует обучение научения поэтому мне кое-что нужно здесь пояснить стресс который препятствует он находится всегда в контексте они возникают в процессе деятельности то есть проще говоря если вы испытываете стресс перед тем как сесть за компьютер поторговать но у вас допустим хронический стресс и у вас какой-то говорит там не дай бог случилось то это будет препятствовать но если вы в полном порядке и с чистой головой садитесь поторговать и в процессе торговли получите дозу стресса это будет влиять благотворно на формирование правильных выводов и анализа ваших действий и у меня был всегда правильный стресс то есть я всегда садился в трейдинг с чистой головой у меня не накапливался стресс от трейдинга наверное потому что у меня всегда минимум был пятьдесят шестьдесят пять процентов венрейт то есть честно говоря ну то есть после убыточной сделки всегда шла прибыльная но либо после двух убыточных две прибыльная вы понимаете то есть убыточная серия хмотка махровая знаете она была крайне редко вот что опять-таки противоречит всем прописным истинам которые почему-то всегда провоцируют вас брать прибыль больше чем риска вот но я если видел смещение вероятности на рынке я никогда не гнушался войди один к одному и один к двум что в общем то разбавляло мою статистику и давало такой комфортный винрейт который постоянно держал меня в тонусе значит игра про тонус я всегда вспоминаю своего очень хорошего знакомого трейдера который мне очень давно как-то рассказал про исследование дофамина на обезьянах там короче был эксперимент такой обезьян давали сигнал который приводил к тому что они знали что могут нажать на рычаг и получить награду ну и первое значит открытие было в том что выброс дофамина он был между сигналом и рычагом то есть он был на предвкушении награды а не на самой награде но я вам не это хотел показать я вам хотел показать вот что видите промежуточный всплеск красным я как бы выделил еще больше между рычагом и награды знаете как его добились в ходе эксперимента вот написано в таких случаях при неопределенности дофамин выделяется в основном в мезокортикальном пути они в мезолимбическом поэтому удовольствие от неопределенности усложнено рассудочным элементом перевожу на трейдерский язык если у вас риск ревард 1 5 и винрейт 25 процентов допустим 25 то ваш котелок работает не так бодро как работал бы при винрейте в 50 понимаете не говоря уже мотивации также в этом исследовании доказали что чем больше ожидаемая награда тем разумеется больше дофамина выделяется что также делает отсылку к повышенным риском и повышенным эмоциям о которых я говорил ранее излишние эмоции всегда в прописных истинах считались криминалом в трейдинге все пытаются от них избавиться но я имею право сказать что именно они дают преимущество моей для моей нейросети по сравнению с такой же но без эмоций есть одно преимущество это рефлексия или еще термин а перцепция в общем я не знаю что более подходящее я покажу на примере смотрите в большинстве моего такого опыта я не опирался на чистую статистику я опирался на то что понимал то есть если что-то повторяется периодически часто но этого не понимал я это не использовал а что значило понимать для меня понимать для меня значило чувствовать на собственной шкуре как то работает и почему это работает звучит эфемерно попробую на самом простом примере который смог придумать вот смотрите допустим у меня есть открытая позиция которой я эмоционально привязан и она попадает такой знаете размашистый боковик и она что пилить и очень быстро это начинает нервировать да есть такое когда цена приходит допустим на лонг да допустим вот цена приходит на перехай этого боковика все прекрасно то есть рынок подтверждает мои гениальные ждания то есть мне хочется держать свой лонг то есть по сути как бы получается лонговать на хаях когда цена приходит на перелой этого боковика я начну это я как бы в стрессе то есть я что-то начинаю сомневаться все перепроверять а вдруг я что-то не учел меня уже подсознательно хочется вообще от этой позиции избавиться если уже это несколько раз происходит избавиться от нее с минимальными потерями там ходьбы в бу там еще что если по сути как бы им хочется продавать то есть проще говоря покупать по хаям и продавать по лаям всегда будет зоне комфорта и тут я понимаю что если я являюсь частью толпы а толпа на рынке чаще ошибается мы возьмем это за аксиому да и и дисциплинаю не очень то значит я должен делать что то что я хочу только наоборот и я через цис через осознанное мышление связываю лайфл это с тем что там нужно покупать при прочих руководных слоях не продавать а хайфл это тем что она нужна продавать маленькая ремарка я не говорю о том что если убрать всех людей с рынка оставить одних роботов то баки к боковики исчезнут то но я просто ага что это является дополнительным человеческий фактор дополнительным фактором который усугубляет ситуацию позволяет а боковикам оставаться боковиками и вы сейчас наверно спросите зачем такие сложности зачем это все ведь и обычного и обычного здравого рассудка достаточно чтобы увидеть статистику цена сходит в боковике слоя на и дураку понятно что нужно делать чтобы заработать денег так вот это нужно для того чтобы отделить статистику которая ничем кроме голов цифр не подкреплена от той которая помимо всего прочего подкреплена ясными понятными и неизменными во времени факторами потому что человеческая природа человеческого восприятия не меняется то есть это более надежная статистика а если вы торгуете какую-то закономерность на голых цифрах то у вас больше вероятность того что на отрезке out of sample то есть в будущем она просто исчезнет то есть вы смотрите несколько лет работает четко потом исчезает как мираж на рынке миллионы можно найти разных закономерностей которые появляются исчезают но люди и человеческий фактор остаются если ваш ваш рыночный ресерч не скин из гейна максималка когда в боевых условиях холодный безопасный бэк тест а еще хуже искусственно не растить особенно при начале вашей трейдерской карьеры то вам сложнее эту разницу уловить забегая вперед я скажу что у меня при разработке формализации алгоритмизации моего опыта уже настолько большой код что он меня просто не перемещается в голове и что хотел сказать вот это огромное количество факторов которые я там уже вписал они не от балды взяты они в большинстве своем согласуются с моим опытом рефлексии и часто исходят из нее вот фиксирую внимание еще раз убери из моего трейдинга эмоции как субстрат для рефлексии моя торговая система была бы совершенно другой ничего бы общего не имела с тем что и сейчас я был бы совершенно другим трейдером я пользовал совершенно другие закономерности и вообще сама парадигма анализа цены динамики цены была бы совершенно другой меня в трейдинге сконструировали по большей части мои эмоции и их анализ потому что они как бы откалибровали мою сеть выявления значимости на то чтобы я на графике и видел то что нужно где видеть и не видел весь остальной шум что в свою очередь фильтровала и тем самым формировала мою итоговую насмотренность то над чем будет работать потом дефолт система единственное тут маленький нюанс наверно очень важный большая часть своего торгового опыта я не ориентировался на какие индикаторы аллигаторы осцилляторы и вообще никакой прочей выдуманной фигни я ориентировался на реальные ценовые модели ну то есть а если бы я торгал по скользящей средней поймите то а мои эмоции и моя рефлексия крутились бы около этой скользящей средней согласитесь но это этот опыт не имел бы отношения ко мне как части толпы потому что у толпы нет этой скользящей средней если есть она как какого-то другого периода то есть если вы хотите отрефлексировать толпу через себя постарайтесь убрать все лишнее с графика что не имеет никакого отношения к ее восприятию например если вы выделите ну допустим уровень хай и элой какого-то огромного затянувшегося боковика чтобы отслеживать его пробитие то наверно это будет скорее всего иметь отношение к широкой публике потому что это это событие будет заметно всем даже тем кто нарисовал на своем графике кучу фигни всякой потому что цена она все равно подсознательно влияет на восприятие в общем а вы понимаете да что от нас явно скрывает какую-то правду как правильно торговать везде в книгах в медиа это какой-то заговор без рептилоидов тут наверно не обошлось это я вас к выступлению димура подготавливаю у него у него сейчас тема почему 90 процентов проигрывает на рынке там наверно знаю ответ такой будет рептилоиды если серьезно а кстати лайфхак лайфхак пока не забыл а то что вы тут все приуныли наверное я вам тут не дал рабочих вариантов значит как делать безопасно для своего такого счета чтобы дефолт системе ваше было не все равно есть один лайфхак более-менее он сохранит ваш депозит значит у нас есть еще социально иерархический то есть при прочих равных условиях мы боимся так сказать публично ударить в грязь лицом я это прочувствовал на своих стримах потому что любая убыточная сделка даже в рамках безопасного риск-менеджмента несет в себе дополнительный стресс ввиду того что вы просто публично облажались скажем так любая прибыльная сделка ну как бы наоборот восстанавливает вас в глазах вашей трейдерской социальной группы то есть это тоже это тоже skin in the game это тоже стресс но как бы в аспекте вашей репутации если она конечно вас есть публично торговали вот эти все публичные стратегии автоследования это на самом деле неплохой неплохой подспорье к тому чтобы держать вас тонусе а не обязательно для этого торговать как лудоман хотя я из этого выжил все что можно было это мои итоговые выводы по всему сказанному тоже потом почему я просто не хватит времени значит все что было сказано касалось того имплицитного прогресса в понимании есть еще эксплицитный когда вы после моего выступления зашуганные подумаете господи зачем эти все эти превозмогания стресс вот тут мэтр этот вот самый умный вот пускай он может меня научит тут покупать тут продавать и все дела все сразу в дамке но у меня есть что по этому поводу сказать господа если в двух словах то не научит и вообще у меня сомнения что кто-либо другой тоже сейчас я попробую разоблачить всех этих обучальщиков включая самого себя потому что я тоже в свое время пытался там что обучать но сейчас я понимаю что это все просто какая-то профанация я это все осознал когда начал алгоритмизировать и формализовать свою торговую стратегию и когда собственно все что был исчерпывающий алгоритм на бумажке был закоден я увидел что это не стоит и выеденного яйца ребята это так не работает значит смотрите в чем суть я-то сам обучался не по бумажке понимаете и поэтому когда я открываю график я сразу же вижу красивая ситуация или нет для меня то есть можно ли в ней что-то прогнозировать или нет но когда мне нужно передать эти знания ученику я ведь не могу скопировать свою натасканулую за многие годы нейросеть в мозг ученика но невозможно передать насмотренность поэтому мне нужно рассказывать на словах то есть по сути конвертировать насмотренность в слова мне пришлось выделить какие-то формальные признаки в тех образах которые были значимы для моей нейросети я на полном серьезе был уверен что этого будет достаточно потому что все правильные ситуации действительно соответствовали этим формальным критериям и когда я реально торговал при ученике я показывал ему вот смотри та самая ситуация проходит все критерии проходят входим так торгал 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 потом как бы уже показывал финрез говорю вот за такой период ты мог бы столько заработать по стратегии вот такие глаза видите как у скуджи такие доллары на самом деле а я сейчас понимаю что не мог то есть его результат на самом деле будут непредсказуемы еще раз смотрите еще раз показываю в чем трюк следите как говорится за руками я то сам отбираю торговые ситуации нахожу не по бумажке их определяет моя насмотренность натаскана нейросеть и только после этого когда я нашел определил я показываю при ученике что она соответствует критериям а не наоборот понимаете я делаю но ученик так будет делать наоборот он изначально будет искать ситуацию торговую по бумажке потому что у него ничего кроме этой бумажки нет нет насмотренности и поэтому у него набор торговых ситуаций будет другой отличаться почему потому что карта не равно территории модель не равно оригинал то есть вот это мое словесное описание тех правильных образов которые для моей нейросети значит важны это просто крайне редуцированная и упрощенная модель под которую будут попадать не только правильные ситуации которые бы сам отобрал но и неправильные как бы некрасивые но я этих самых некрасивых ситуаций при ученике чаще всего вообще не вижу просто в упор не вижу потому что моя сеть выявления значимости их просто игнорирует как ту самую невидимую гориллу потому что я когда открываю график у меня глаз сразу подсознательно начинает искать там где надо искать и не ищет там где не надо а там где надо воспринимает только то что мне нужно воспринять и фильтрует для меня весь остальной шум ну вот знаете представьте что мы сейчас попробуем писать внешность Тимофея Мартынова вот как он выглядит обычно не на конференциях носят очки значит глаза красные обычно один из них дергается да волосы взъерошенные согласитесь да такой ЗОЖ на максималках но как бы мы его долго не описывали под это описание все равно будет попадать куча ненужных левых людей понимаете потому что оно ограничено описание то же самое с торговыми ситуациями и это все понял когда начал вот эту самую роботизацию ну то есть как бы роботизироваться начал да мы взяли просто с программистом закодили весь этот исчерпывающий алгоритм на бумажке буквально за две недели и увидели что ну там получили полное шуфло более того мы сделали так что анализ проводился на каждом таймфрейме в отдельности и как вы понимаете ситуация на разных таймфреймах была разная и когда мне надо было объяснить программисту как в моей голове все это совмещается и образует какую-то целостную и непротиворечивую картину мира вот это меня просто отправил в какой-то когнитивный нокдаун я просто даже не знал как к этому вообще подступиться стоит ли говорить о том что как-то передать эти знания ученикам в какой-то вербальной форме и просто выглядело нереалистично в общем создавать алгоритм для робота пришлось с абсолютнейшего нуля потому что как оказалось я делал анализ не по алгоритму как выяснилось я просто сравнивал образы хотя был убежден что алгоритм есть но этот алгоритм как бы оказался без альфы вся альфа вот здесь вот осталась и чтобы роботам отсеять вот эти торговые ситуации которые бы я сам отсеял при ручной торговле была не одна попытка этот алгоритм создать просто несколько версий несколько вариантов пришлось выбросить на помойку и каждый раз начинать с абсолютного нуля стоит ли говорить о том что то что я имею сейчас уже очень далеко от того что я писал ученикам на бумажке в общем прошел не год не два и не три этого процесса и знаете что я имею на сегодняшний день результат на самом деле для меня довольно непредсказуемый то есть с одной стороны я так и не смог создать такой алгоритм который бы рисовал для меня такой анализ который бы я сам нарисовал при ручной торговле но на глаз но с другой стороны я просто перестал к этому стремиться по одной простой причине в процессе этих попыток мне удалось создать такую версию алгоритма который бы делал анализ лучше чем я сам на глаз то есть мы робот делает анализ правильнее точнее и глушев чем я при ручной торговлю довольно заправно на самом деле получается что интуицию невозможно запрограммировать вы скорее запрограммируете нечто отдаленно похожее но лучшее чем что-то в точности повторяющие вас потому что работу с образами не кодят через if-else в общем вы поняли да суть если вы идете к гуру на обучение который говорит что он не интуитивный трейдер что у него все расписано до мельчайших подробностей но при этом он его не пробовал программировать то есть не нулевая вероятность не нулевая что человек просто вообще не ведает о чем говорит единственное что могло спасти моих учеников что я почти 8 лет стримил то есть у них была возможность сравнивать свои торговые ситуации с моими и найти вот эту разницу если она была это все что я хотел сказать об эксплицитном перенимании опыта у других трейдеров поэтому я все таки вернулся бы к предыдущей теме к способам прогрессировать самостоятельно и поделился бы своим опытом как я нашел те самые новые способы познания рынка которые ну создали для меня такой вот прорыв и мне и она не на какую-то ступеньку поднялся а оказалось это просто каким-то когнитивным лифтом вам могло резануть слух что как это торговый робот оказался лучше самого робот Мэтрэйд оказался лучше самого Мэтрэйда то есть представьте если точнее выразиться мое словесное запрограммированное описание моего торгового опыта который заключался в моей насмотренности интуиции оказался лучше чем оригинал то есть это все равно что как описание Тимофея Мартынова оказалось лучше чем хотя бы его фото за счет того как я извлекал из своей насмотренности скрытые неосознаваемые факторы смотрите когда мне торговый робот отсеивал те ситуации ну по алгоритму но часть из них была ну как бы некрасивой хотя формально он все сделал правильно я начинал думать а что же такого робот не учел что такого нет в бумажке что есть в моей насмотренности то есть я брал допустим два графика очень много раз два графика ставил отобраны по одному тому же алгоритму и один график для меня был красивый а другой нет ну красивый чтобы сделку в нем открыть и по сути я делал декомпозицию обоих то есть я пытался найти те самые скрытые детали в которых и заключалось для меня различие красивый слайд просто чтобы эстетическое удовольствие получили то есть десять лет моя нейросеть дефолт система формировала некую композицию правильных для меня рыночных ситуаций в которых я могу что-то прогнозировать и потом я ее заставлял делать по сути декомпозицию и вот те скрытые факторы которые я находил в процессе этих сравнений оказывались сами по себе очень даже функциональными то есть я когда я потом уже задумывался почему они вообще существуют имеют логику смысл и влияют на поведение цены то есть я приходил к тому что они достаточно функциональны более того более того потом я начал смекать некий единый принцип которому все эти находки подчинялись и по которому они формировались далее уже из этого принципа я как бы находил новые факторы которые вообще лежали за пределами моей насмотренности за пределами не были включены в образы потому что их визуально очень сложно было определить то есть еще раз вздумайтесь сам процесс декомпозиции был новым совершенно новым для меня способом познания а когда я еще понял принцип я уже дальше исходил из этого принципа тоже делал новые открытия в общем в результате совокупности всех этих открытий у меня открылись все чакры третий глаз образовался сверхразум и я опознал всю структуру реальности кстати у меня стартует новый курс обучения подписывайтесь на мой телеграм-канал ссылка будет в описании надо говорить что это шутка или понятно чтобы проще было понять весь этот поток сознания представим пример у любого ну допустим мужчины есть образ привлекательной женщины и если исключить те искажения которые формируют социум своими критериями красоты то в принципе у всех мужчин образ красивой женщины плюс-минус примерно одинаковый и есть мнение что красота очень функциональна она не просто так от балды что формировала эту композицию красоты ну допустим ее формировала эволюция в течение миллионах лет в нашей ДНК ну вот представьте я допустим буду делать декомпозицию вот я как бы смотрю две очень похожие девушки давайте представим в идеале они будут близняшками и одна для меня более привлекательная другая менее я начну разбираться в чем дело какие детали и сразу же понимаю потому что у одной нулевой размер груди а вторая сделала себе пластику и вкачала второй я открыл новый фактор для себя ага начинаю задумываться а это просто как бы от балды или в нем что-то есть какой-то функциональный элемент понимаю что да функциональное есть то есть кармливание потенциального потомства потом я нахожу еще какой-то фактор еще какой-то фактор еще потом понимаю некий принцип ага фертильность вот это вот все и т.д. и т.п. и дальше я уже могу из этого принципа понять что допустим в узкой талии тоже есть функциональность то есть я могу к этому прийти уже не в процессе декомпозиции а уже в процессе работы с самой моделью это позволило мне мыслить не причинно а системно системно это в смысле не торговая система системное мышление это вообще не трейдерский термин то есть раньше открытие чего-то нового всегда предшествовала причина как правило это столкновение с какой-то ситуацией в поведении цены которая выходила за пределы за рамки моего понимания сейчас я могу двигаться за рамки своего понимания с помощью некой эвристики то есть когда я понял принцип у меня появилась некая эвристика в нахождении новых факторов рыночных механизмов также эвристика вот в нахождении в привычных вещах новых свойств что было неожиданно достаточно а также эвристика по решению всякого рода проблемы с ситуацией то есть проще говоря чем больше этих загадок головолок разгадывал тем больше тем быстрее быстрее дело это с последующим то есть решения часто как бы вытекали сами собой потому что имели какую-то единую логику модель смысл это снижает вероятность перед подгонки под историю всякими надуманными правилами с потолка которые вообще ничем логически ни с чем не соотносятся то есть вы подумаете что с такой скоростью там уже весь рынок расцифровал там все такое но на самом деле такое невероятное ускорение оно но мой интеллект на самом деле с этим не справляется со скоростью масштабами и отправляет меня в когнитивный нокдаун иногда на несколько недель иногда месяцев такую нужно мозгу произвести перестройку телепатия не нужна чтобы заглянуть в ваши голоды и понять о чем вы думаете когда думаете ну красиво стелишь на словах ты лев толстой мы его как бы поняли да а на деле насколько можно конвертировать вот это все там какие-то прорывы свои там что-то понял в реально увеличение доходности то есть конвертировать насколько это практически увеличивает результаты но если я вам расскажу то я после своего выступления не оставлю никакой интриги более того озвучить какие-то бэктесты но это не серьезно мне как бы неудобно будет перед опытными людьми торговли я сейчас пока сделал паузу пока занимался всеми этими R&D research and development и возвращаясь к концу года поэтому увидим skin in the game будет что обсудить на следующей конференции смарт-лаба через год а вот зацепила эта тема кто хотел бы услышать более подробные в разных аспектах с разными аргументами то что я сказал например есть такая прописная истина что чем проще торговать тем лучше что я там все усложняю я с этим не согласен значит еще все что я сказал можно разделить на три части это на три этапа это насмотренность декомпозиция насмотренности и моделирование скачать можете по ссылке спасибо спасибо